Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Хоккеисты ЦСК ВВС наконец-то прервали серию задних поражений в высшей хоккейной лиге. Она длилась 6 матчей. На домашней арене «Кристалл» военные летчики с трудом одолели пензенский дизель. Встреча закончилась с футбольным счетом 1-0. Единственную шайбу забросил на второй минуте первого периода новичок Самарцев нападающий Никита Букия. После этого долгожданного успеха ЦСК ВВС приподнялся на предпоследнее место в турнирной таблице. Лидер чемпионата страны – Питерская Динамо. Самара начала чемпионат страны с победы. Баскет-клуб в Екатеринбурге в первом матче уверенно переиграл местный Урал. Первые очки команде в новом сезоне принес Алексей Чиликин. После этого Самару было не удержать. К большому перерыву на табло уже горело 37-27 в пользу горожан. Третий период Урал сумел свести в ничью, но развить этот локальный успех самарцы им не позволили. Точку в матче за мгновение до сирены поставил 19-летний Филипп Стойко, отметивший свой дебют в Суперлиге точным трехочковым. 80-59 – убедительная победа Самары на старте чемпионата страны. Самарские дзюдоисты выиграли командное первенство ПФО в Чебоксарах. За победу боролись Анастасия Хвостова, Маляка Осмаева, Мария Чернышева, Анна Астафьева, Алика Никифорова, Евгения Павлова, Анастасия Елкина и Мария Иванова. На пути к золотым медалям сборная одолела соперниц из Уфы и Нижнего Новгорода. В финале самарскую команду ждала Перим. Окончательную точку за чемпионский титул поставила Мария Иванова. 5-3 победа сборной 63-го региона на первенстве по Волжье. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!